МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире очередная программа «Бизнес-среда». Сегодня выпуски. Презентация Чувашской республики в посольстве Республики Польша. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший вальчик леса-2013». Деятельность агентства по поддержке малого бизнеса в Чувашской республике. Государственная поддержка, направленная на создание групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста. Полноценное экономическое развитие региона затруднительно без выхода на внешние рынки. Чувашия расширяет сотрудничество с зарубежными партнерами. И вслед за уже состоявшейся презентацией в посольстве Индии состоялась презентация в посольстве Республики Польша. Это первая встреча деловых кругов обеих республик. Пока они присматриваются друг к другу, ищут пути для взаимовыгодного сотрудничества. Среди преимуществ Чувашии, по словам министра экономического развития, высокий финансовый рейтинг, присвоенный двумя международными агентствами, наличие налоговых льгот. Должно привлечь поляков и то, что в республике работают международные корпорации. Испанская «Рока» выпускает акриловые ванны, а немецкая – девилей, соусы и кетчупы. Есть у нас и другие преимущества. «Щебоксары» де-факто является центром релейной защиты Российской Федерации. Мы успешно конкурируем с ведущими зарубежными компаниями, и на российском рынке не уступаем, скажем так, свой рынок, ни «Сименсу», ни иным другим производителям. Алексей Табаков пригласил всех, кто решил открыть производство в Чувашии в строящийся индустриальный парк. Кроме того, республика заинтересована в бизнесменах, которые ведут гостиничный бизнес. А для отдыха у нас имеются прекрасные хвойные леса Заволжья и песчаные пляжи. Большой интерес у фермеров Чувашии вызывает опыт поляков в сельском хозяйстве. Польша вступила в ВТО еще в 1995 году. Поэтому нашим сельхозпроизводителям есть чему поучиться. Польская республика, она фермерство уже давно. А у нас, наша республика, она, как сказать, это молодой вид хозяйства. Думаем, это неплохой партнер будет для наших фермеров. Я надеюсь, что после разговоров и переговоров, которые здесь были, мы сможем продавать вам машину, которая позволит вам сделать отличные продукты на вашем рынке. Польская сторона заинтересовалась Чувашии. Оказалось, что они мало знают о республике, но совсем не против взаимовыгодного сотрудничества. Хотелось бы, чтобы и в Чувашии, и в других регионах было больше Польши. Бизнесовой Польши, деловой Польши, польских продуктов, польских товаров. Только надо познакомиться. Постоянный представитель правительства Чувашии в Москве Леонид Волков считает, что такие встречи нужно проводить как можно чаще. И власти Чувашии должны максимально содействовать такой интеграции. Надо понимать, что Советский Союз и Польша в течение почти 30 лет развивались фактически в рамках единой системы экономических отношений, в рамках Совета экономической взаимопомощи. И с этой точки зрения опыт кооперации предприятий Чувашской республики, как составной части Советского Союза и Польской народной республики, он уже имеется. Другое дело, что, на мой взгляд, сейчас задача пришла восстановить эти отношения. От торговли перейти к локализации производства на территории Чувашской республики. Да, привлечь сразу инвестора к себе – это достаточно сложно. Если придет хотя бы один или два предпринимателя, я уже буду считать этот проект успешным, потому что приход любого предпринимателя – это новые рабочие места для жителей Чувашии. Насколько продуктивной будет встреча, покажет время. Кстати, после подобной презентации в посольстве Индии, одно из предприятий Чувашии заключило контракт на поставку оборудования. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика, Москва. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший вальщикляция-2013» несмотря на непогоду, определил лучших лесорубов Чувашии. В этом году лесорубам пришлось состязаться на территории канадского лесничества. Организаторами конкурса традиционно стали Министерство экономики Чувашской республики, Минприрода Чувашии, а также республиканские предприятия лесопромышленного комплекса. Главной целью соревнований стало не только повышение престижа профессии вальщика, но и уменьшение производственного травматизма на лесозаготовках. Кроме спортивного азарта, конкурс помогает оценить общую квалификацию республиканских лесорубов. Ну, я буду проводить просто как мастер-класс, показывать, как проходит все упражнение, как валка дерева, то есть все нюансы, которые существуют. Потому что кто-то из вас первый раз присутствует на соревнованиях, чтобы знали, что от вас требуют. Конкурс проходил в два этапа. Первый этап – валка деревьев. Прошел на территории Шихранского участкового лесничества. Чтобы получить звание лучшего, вальщикам необходимо было продемонстрировать высокие результаты по скорости сваливания, точности и глубине, угле подпила и другим параметрам. Это одно из самых сложных упражнений, которое оценивается наибольшим количеством баллов. Необходимо правильно спилить дерево и уронить его в заданный коридор. По окончании первого этапа участники восполнили нанесенный природе ущерб и вместе посадили саженцы будущих деревьев. Всегда, конечно, хочется чего-то большего. Безусловно, есть к чему стремиться. Каждые соревнования, скажем, мы уже в течение последних, наверное, пяти лет точно участвуем в этих соревнованиях. И в подготовке, и в проведении, как спонсоры. И каждые соревнования, они проводятся уже все более на высоком уровне. Все большее количество участников у нас приезжает. Так что, ну, я думаю, что нам еще есть куда расти. И мы учитываем каждый раз все наши ошибки и стараемся следующие соревнования делать все более и более на высоком уровне. Второй этап конкурса, включающий в себя упражнения по замене цепи, раскорежевки комбинированным резом, точные раскорежевки, обрезки сучьев, состоялся в тот же день на центральной площади города Канаша. Звание «Лучший вальщик леса» 2013 получил ежегодный призер этого конкурса Андрей Епифанов, став тем самым пятикратным обладателем этого титула. Организация улучшается, это каждый год все лучше и лучше, но вот если бы не погода, было бы все очень прекрасно. Ну, к погоде-то мы уже привыкшие, то есть и день, и ночь, и мороз, и ветер, то есть это как-то, это к этому мы уже привыкли. Второе место достал Сергею Степанову, представителю торговый дом «Лестцентр». Третье место занял Юрий Тихонов, представитель Бресенского лесничества. Этот год на самом деле очень знаменательный, поскольку в этом году впервые, наверное, за последнее, я боюсь соврать, но, по-моему, порядка 20 лет не проводилось, ну, еще с советских времен, у нас в России не проводилось, скажем, официальных чемпионатов России по данному виду спорта. Теперь у нас чемпионат России будет проводиться регулярно, то есть как минимум, наверное, раз в два года перед первенством мира. 14 сентября при поддержке Минэкономразвития Чувашии, ООО «Мир Инструмента» и других лесопромышленных предприятий республики команда вальщиков леса из Чувашии приняла участие в чемпионате России «Лесоруб-2013» в Великом Новгороде. По итогам двухдневного соревнования команда, состоящая из победителей республиканского конкурса профессионального мастерства, заняла пятое место из 12 заявленных региональных команд. Нам удалось связаться с пятикратным победителем республиканского конкурса лучший вальщик леса Андреем Епифановым. Команда Чувашии, благодаря Министерству экономики, поехала в город Великий Новгород принять участие в конкурсе вальщиков. Это доехало очень быстро и комфортно. Чемпионат прошел, так скажем, очень хорошо. Там было все классно организовано. Зелянка, стенды, двальщики приехали. Все было нормально. Агентство по поддержке малого бизнеса Чувашской республики расширяет сеть представительств. О текущих проектах и о планах деятельности агентства рассказал Антон Константинов. Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской республике продолжает выдавать займы на льготных условиях предпринимателям Чувашии. Кроме того, в планах расширения сети подразделений. Стоит отметить, что только за 2012 год, благодаря выданным займам, было создано 124 новых рабочих места и сохранено более 2000 рабочих мест. В течение 2013 года агентство выдало свыше 400 договоров займа на общую сумму более 200 миллионов рублей. Это где-то было предоставлено порядка 250-300 субъектам малого предпринимательства. Была оказана поддержка, были предоставлены льготные займы по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В целом портфель за данный период 2013 года на 1 сентября вырос, составил порядка 240 миллионов рублей. Действующие займы также увеличились и составляют порядка 750 займов, действующих в настоящее время. В Чувашской республике расположено 6 многородов. Где так сложилось, жизнь зависит от одного-двух предприятий. Это Новочебоксарск, АллатР, Канаш, Шумерля, Мариинский посад и Ядрин. Решить проблему монопрофильности и создать новые рабочие места может помочь увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса. Именно на это направлены новые меры агентства. По состоянию на 1 января 2013 года агентство было представлено в городах Чебоксары, то есть где у нас находится центральный офис. Также было представлено в трех городах. Это город АллатР, Канаш и город Новочебоксарск. В июле 2013 года было открыто обособленное структовое подразделение в городе Шумерля. Также в октябре планируется открытие обособленных подразделений в городах Мариинский посад и в городе Ядрин. Данное открытие дополнительных офисов связано с изменением положения нашего предоставления займов, согласно которым у нас увеличен срок предоставления займов до трех лет предпринимателям и субъектам малого предпринимательства зарегистрирован на территории указанных монопрофильных городов. То есть для них срок предоставления займов будет увеличен, в настоящее время увеличен уже до трех лет. Сумма займа максимально не меняется, также составляет до одного миллиона рублей. Совсем недавно рейтинговое агентство «Эксперт-РА» подтвердило надежность агентства поддержки малого бизнеса в Чувашской республике. Агентство поддержки малого бизнеса ежегодно проходит рейтинг надежности микрофинансового института. Рейтинговым агентством за последнее время у нас было рейтинговое агентство «Эксперт-РА», то есть уполномоченная организация на присвоение рейтингов микрофинансовым институтом. То есть данный рейтинг мы получаем, проходим рейтинговую оценку ежегодно. То есть в прошлом году у нас действовал рейтинг «А», в настоящее время, то есть в этом году мы прошли опять оценку микрофинансового института. Рейтинг был повышен до А+, очень высокий рейтинг надежности Микрофинансового института. В этом году в республике введена новая форма государственной поддержки предпринимателей. Она заключается в предоставлении субсидий на организацию групп дневного времяпрепровождения для детей дошкольного возраста. Репортаж из детского сада «Дошкольная академия». В 2013 году введена новая форма государственной поддержки на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста. Максимальный размер субсидий составляет 1 миллион рублей. На сегодняшний день одобрено 6 заявок на создание таких центров. Я узнала о субсидировании малого бизнеса, о гранте из сайта Минэкономразвития Чуваше, увидев в новостях, что объявляется такой конкурс на субсидирование малого бизнеса и рискнула, решила принять участие. Балакиты не было. Единственное, нужно было бизнес-план написать. Конечно, это было не очень легко, потому что мы непривычны писать бизнес-планы по образованию, но, побывав в бизнес-инкубаторе, сотрудники мне очень сильно помогли, и особенно с расчетами, потому что по образовательной деятельности все было хорошо, а вот с расчетами финансовыми немножко у нас западало. В августе этого года в северо-западном районе столицы открылся новый частный детский сад. Центр развития детей – детский сад «Дошкольная академия». Стучать можно? Есть дети у нас в детском саду и с нашего района, и с Чебоксар, и с Новочебоксарска, даже с Альгешево приезжают. Но многие родители стали звонить и спрашивать, а есть ли у нас кратковременная группа пребывания. Мы задумались и решили, что мы можем такую услугу предоставить. Центры временного пребывания детей нельзя назвать полноценными детскими садиками. Они ближе к группам развития. Центр времяпрепровождения подразумевает, естественно, уход и присмотр. Но если не присутствует образовательная деятельность, какая-то ребенку приносящая пользу, конечно, это немножко, скажем так, бессмысленно. Поэтому мы вот несколько игрушек тематических закупили и планируем еще закупить, чтобы дети могли развивать свои способности. И, в частности, наверное, даже предпрофессиональные, скажем так. Ну, вот это вот верстак для мальчиков. Я думаю, что многим мужчинам будет даже интересно посмотреть, что это такое. Вот все по-настоящему, ничего такого сложного нет, но мальчишкам очень интересно, скажем так. Институт инвационных технологий для дошкольников предлагает огромное количество и таких игрушек. И я думаю, что мы будем с ними дружить и дальше. Такие центры могут быть рассчитаны на различные сроки пребывания детей. От нескольких часов без предоставления дневного сна и еды до более длительных периодов. Это наша сенсорная комната, которую мы только начали оборудовать. И у нас всего пять модулей. Но, я думаю, получив грант, мы сможем эту комнату сделать такой привлекательной не только для детей, но и для взрослых. И все 12 модулей будут присутствовать. Здесь – это дождь, молния там у нас сверкает, здесь рыбки в аквариуме, звездное небо. К концу 2013 года на базе Центра развития детей Детский сад дошкольной академии заработают группы дневного времяпрепровождения детей. Стоимость посещения будет составлять от 2,5 тысяч рублей до 6 тысяч рублей в месяц, в зависимости от питания и времени, проведенного ребенка в центре. Центр смогут посещать дети от 2 до 10 лет. И в завершение сегодняшнего выпуска полезная информация для предпринимателей. Всего вам доброго, удачи в делах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok